Туристический поток в республику увеличивается буквально с каждой недели, но справится ли с ним полуостров? Чтобы понять, как двигаться дальше в Ялте на туристском форуме «Открытый Крым», собрались сотни представителей турбизнеса примерно из 20 регионов России, крымчане в том числе. Обменялись опытом и поделились разработками. Подробнее Татьяна Ханкота. На форум приехало более 300 представителей отелей, санаториев и турфирм Крыма, свыше 100 владельцев туристических компаний с материковой части России. В открытом режиме мы можем поделиться своими мыслями, мы можем обозначить проблемы и самое главное, мы сможем сделать те пути или разработать те пути, которые необходимы для решения в Крыму. Поэтому второй раз мы собираем такой форум. Эффективность его очень хорошая, об этом говорит не министерство, об этом говорят сами туроператоры. Крымчане в первую очередь рассказали жителям материка о безграничных возможностях полуострова и о его уникальности. К примеру, участница форума ИССАК Елена Минакова сделала презентацию местных лечебных грязей, аналога которым нет в мире. Мы имеем определенный больший процент заполняемости по всей территории Крыма, чем все остальные санаторно-курортные учреждения, но этого недостаточно. Можно говорить о статистике, но за этой статистикой стоят живые люди и они должны знать о городе, они должны знать, что именно эту болезнь можно вылечить только в САКах. На сут коллег с материка крымчане представили местную продукцию. Поделились и своими разработками в сфере туризма. Эти ребята собираются фотографировать отели и выкладывать снимки на сайт. Турист сможет оценивать места отдыха в режиме онлайн. Коснется это всех гостиниц, но в первую очередь тех, в которых больше ста номеров. Если владельцы отеля не пустят делать фото, это тоже знак для отдыхающего. Эта система достаточно новая. В Крыму она еще ни разу не применялась. Это панорама 360 градусов, которая охватывает полностью отель, начиная, когда, допустим, наши гости будут приезжать. Они могут заранее зайти на сайт отеля, посмотреть, как выглядит сам отель, как выглядит ресторан, тот номер, в котором они будут проживать. Подвели и итоги конкурса на лучший туристический маршрут. Всего было подано 49 заявок. Победили семеро крымчан в разных номинациях. Татьяна Бочкарева придумала гастрономический маршрут. За него получает награду. По ее задумке, туристы на протяжении трех дней посетят Евпаторию, Бахчисарай и Балаклаву. В городах попробуют крымские чебуреки, блюда, приготовленные из черноморской рыбы, и вино, виноград для которого выращен на полях полуострова. Помимо этого, гости Крыма посмотрят местные достопримечательности. Маршрут очень интересный, создавался с любовью. Мы захватываем основные вкусовые гастрономические преимущества Крыма. Я не ожидала. Участвую первый раз, я победила. Заинтересовал зрителей и тур по следам кавказской пленницы. Туристов будут возить на джипах по местам съемок известного фильма. Сам форум длился два дня. Во второй день круглые столы чередовались с тренингами для поднятия профессионального уровня участников. Татьяна Ханкота, Сидмемет Кукчев. Время новостей. Ялта.